приветствую всех уважаемые зрители интересует ли вас вопрос почему видео будет называться 18 версия 7 days лучше всех предыдущих ну для начала следом пойдет видео про вам покажет нагрузку на систему мою исключенных дополнительных приложений это fps монитор она и скачал программка по сути бесплатная в демо-версии есть и платный вариант я не знаю мне просто есть отработанная программку объясняю но она не позволяет выводить это него без никуда и к тому же ей можно просмотреть максимальную загрузку и по сути она не может тоже на монитор это вывести но она в случае чего подпикивает почему решила снять такое видео если кому интересно у меня впервые нет второй раз в жизни второй раз за все время у меня запищала что перегружена видеокарта 6 гигов gtx 1060 меня не раз она на первый раз запищала когда я наскорим пиндюрю полностью полный пак модов на графику там разные границы графические моды есть которые добавляют типа ультра hd тогда да она мне запищала через три часа игры я так она по мной все делать пока недоскоримая долго с этими модами париться да уж но потом я обратил внимание на 7 days и вам показываю далее пойдет отрывочек 18 версии он будет без звука я вам это объясню в следующем видео когда покажу живут сейчас 17 версию меня убительная просьба досмотрите видео до конца не там будет к вам пару вопросиков и хотелось бы знать на них ответ потому что тут по сути вот реально вам решать да я согласен канал мой я могу сделать все что угодно но причину я объясню видео что как чему и почем ну приятного просмотра да кстати и напишите как вот делать похожие видео или нет потому что я потом еще буду по своим обзором видео отдельно делать так как мне уже немножко достали там тоже кое-что расскажу приятного друзьям и просмотра кое-что Продолжение следует... 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 Если не больше, то в лучшем случае сейчас ходит видеокарта. Там еще и нагрузка на процессор какая. У меня сейчас в комнате довольно-таки тепло, кстати говоря. Надо потом окно открыть, проветрить. У меня еще тут температура, помимо того разного, еще идет тепло. Я проверяю, как правило, рабочие программки. Вот это, конечно, видишь, один раз записался один отрывок, другой раз фиг, пришлось перенастраивать. Это вот меня честно раздражает. Ах, программка может и хорошая, но слишком мне и много геморроя, коли честно. Красиво. По поводу геймплея 18-й версии. Итак, что они добавили, что я заметил. Во-первых, красивее руда. Камушки другого, непонятного вида и непонятного цвета. Глазовыколупывательного. Водичка покрасивее стала, но я бы не сказал, что она настолько красивее. Ее надо, наверное, графику убирать вообще. Судя по всему, я могу предположить, что если их не подлетите на полной графике, у вас вообще вырубит компьютер. Честно говоря, не знаю. Они увеличили размер багажника. Ну, круто. Они увеличили инвентарь на одну к делению. Круто. Я это научился. Инвентарь за один день увеличивать. За один долбанный день я могу увеличивать размеры. Зря. У них стало больше живности. Это я вообще с этим разобрался даже меньше, чем за час. Как живность увеличить? Я могу что здесь делать, чтобы они сплошные волки были или зомби. Пачками, стадами. Они просто их увеличили. Но это FPS как бы не изменяет. Я не знаю, они смогли добавить новые зомби? Они хоть какой-то контент, блин, принесли, кроме этих долбанных книжек? Кто мне это может? Хотя, может, на форуме потом почитаю. Но я что-то сомневаюсь. У них, скорее, весь контент, друзья, заключается в том, что инвентарь, давайте новых книжек. А то жопу подтирать нечем. Бумаги туалетные в мире нету. Даже это не могу добавить. А, шанс еще вспомнил. Я смотрел. У них теперь шанс практически к любым, наверное, к продуктам отравления. Нафига? Это что так интересно будет просираться? Практически с шансом от любой консервы. Знаете, я с собой, когда езжу в командировки, беру только консервы, потому что я знаю, что это самая безопасная пища. Судя по их логике, я не знаю, какие они там консервы где покупают, из чего и кто делает. Но вот у них есть такой шанс. Логично? Логично. Уже в 17-й версии не было мода Starvation. Не было вал-мода. Разработчики сами этих модов написали, что нахрен нам париться ради этой игры, где все надо переделывать. Парился только некоторые моды. Парились это Rampant. Так, стоп. Верно на Rampant. Я уже все по крыше едет. Тихо. Не спеша шурша. Короче, эти моды я снимал. Там не помню, как они называются. Вот сейчас из-за Иллу вылетело реально классно. И экспериментальные рецепты еще мод, которые вроде починили. Я предлагаю, друзья, вам решить, пробовать, не стоит ли играть в 18-й версии. Но сразу я вам скажу, графика будет убрана. Ну, до минимума. Также будут зомби убраны в меньшем количестве. То есть, по сути, это уже не будет хардкорное прохождение. Я даже не знаю, что это получится. Вот, честно, не знаю. Не представляю. Не могу въехать даже. Но получится, видно, какой-то чистый шлак. Тихо красивый какой. Твитястенький. Я не знаю, как они графику так смогли убить. Просто реально не убили ее. Точнее, не графику, игру, фпс, нагрузку. Знаете, я, когда летом снимал и Арк, снимал и Ведьмака, пробовал снимать, довольно-таки жарко было этого Конана. У меня там тоже сначала стояла проверка. Ни одна игра, вот какая там графика-то вы посудите, ни одна из этих игр не могла мне нагрузить так систему. Максимум задействовано было 3-4 гига видеокарты на полной графике. Я игр-то таких не знаю. Вот реально, чтобы они полностью могли нагрузить. Потому что, что первую от игру люди ждут? Правильно, оптимизацию. И? Ну-ка, напишите в комментариях. Ладно, скажу уж, так и быть. И контент. Здесь контента на 18-й версии. Я не знаю, что за контент там добавили. Судя по тому, как я полетал, новых зэби я не заметил. Вызывав орду, у меня получился экран смерти. Я увидел только увеличенный инвентарь, пулемет. Новые виды рут. Новые картинки подземных рут. Ну, графика, конечно. У них там все блестеть стало. Ой, какая милота. Давай вспомним Хитмана нового. Который недавно выходил. Мы сделали со старого нового Хитмана. Теперь у нашего Хитмана лысина блестит всеми цветами радуги. Системные требования цена, соответственно, поднялись два в три раза. Зашибись. До сих пор не могу поверить, что я в эту игру, которую ждал, ее даже снимать не хотел. Скачал, обалдел и нафиг удалил. Расспоминать не хочу. Ладненько, друзья. Все зависит от вас, как говорится. Пишите, будете ли вы видеть экспериментальный рецепт, или хотели бы видеть 18-ту альфу. Ну, я не знаю, я с 18-ту альфу и поколдую, конечно. Ну, вот у меня такие четкие сомнения. Ну, я, слушай, я даже не знаю. Я вряд ли буду 18-ту альфу играть. Потому что мне сгоревший комп, знаете, как-то... У меня нет денег сейчас взять мой комп, пойти купить. В общем, какие-то такие вот расклады и пироги. Я наглядно показал, чтобы у некоторых любителей пошуюрничать. Был, как говорится, наглядный пример. Ну, смотри, как тут процессор грузится в легкую. Сильно не нагружен. А там какая нагрузка? Температура 60-61. Это... Мне инженеры нагружали это. Но у меня нагружен был процессор 100%. А он даже без нагрузки 100% уже до... Блин, 60 градусов удают. Это что за бред? У меня 61 градус. Реально, друзья, у меня 61 градус. Только образовывался максимум в инженерах при полной нагрузке. Я таких игр даже не знаю, честно скажу. Да и то, потому что там моды стояли, которые глючили. По сути. Ну, здесь, конечно, разработчики отожгли. Молодцы, молодцы. Что вы думаете, 18-я версия? Вот мне тоже интересно. Потом постараюсь найти время, покупаться на форуме. Также напишите, пожалуйста, это опять видеочасть я сделаю со звукообработкой. Вам такое годится? Все видео я не смогу делать со звукообработкой. Это зараза. Час занимает. Я сейчас заливаю, час сижу, жду. Потом склеиваю. Ну, не очень, конечно, прикольно это. Но вот по-другому пока я не могу. Ну, по сути. Слушай, я не знаю даже, что дальше сказать. В общем, пишите, что думаете об этом. Я вот, честно говорю, реально запутался. Что об этом вообще, в принципе, думать. Потому что я... Нет, я понимаю, игра уже где-то с 12-й альфы или 13-й пошла по наклону от экшн-шутера, не знаю, какую-то красивую долбанутую песочницу. Ну, смотри, какая красивая стена. Красивую долбанутую песочницу, где будут, дай бог, скоро на территории 1-2 зомби, потому что при 4-5 уже игра будет виснуть и вылетать. Я не знаю, что за компьютер нужен для этой игры теперь. В культуре у него реально поиграть. Посмотрел, пока вот заливалось видео, то предыдущее. Ну, она вот перезарита. Даева посмотрел. Там тоже он страдает без FPS. Спрашивается, нахрена такое надо. А у него система там не слабая. Это даже посильнее мая и будет. Короче, у меня слов нет. Ладненько, друзья. Всем удачи, всем пока. Пишите свои комментарии, кто что думает. Ну, также мне нужно знать, нужны ли такие вот примерно обзоры. Вообще-то мне такое вот интересно сделать. Правда, вот с наглядным показанием у меня рабочая программа, она не может отобразиться. А вот пришлось такую восстановить, так сказать, версию, да и то с этой программой, как оказалось, еще геморрой такой вот выходит. Ай, ну ладно. Я сейчас буду пока...